Ну что друзья, а сейчас мы с вами пройдем по самому длинному туннелю на территории Российской Федерации, который находится в Республике Дагестан и называется он Гимринский автодорожный туннель. Данный туннель расположен между селом Гимры и Буйнакском. Он обеспечивает наиболее короткую транспортную связь между девятью районами горного Дагестана. Ну а сейчас давайте немножко расскажу об истории строительства данного туннеля. Его строительство началось с северной стороны 31 декабря 1979 года. С южной же стороны начали строительство с 1983 года. В 1991 году северные и южные штольни, которые строили туннель, объединились. И это можно считать началом открытия туннеля. Но туннель был введен во временную эксплуатацию. Туннель расположен в толще известняков, песчаников и оливритов. Самое глубокое место от туннеля до поверхности земли 900 метров. Диаметр сечения туннеля 9 метров, ширина проезжей части 7 метров. А сам туннель имеет длину 4304 метра, о чем свидетельствует табличка о въезде в туннель. Параллельно туннелю расположена сервисно-дренажная вентиляционная штольня, которая соединяется с основным туннелем каждые 300 метров. Туннель освещен, имеет систему автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, громкоговорящего оповещения, телефонную связь, телевизионное наблюдение, эксплуатационная вентиляция и центральное диспетчерское управление. И среди всех сооружений подобного типа на территории Российской Федерации гибридский туннель – один из самых современных туннелей. Также туннель оснащен собственной сейсмической лабораторией. В связи с тем, что в 1991 году туннель не был построен полностью и введен в эксплуатацию, а политическая обстановка в стране развивалась очень плохо, был развал Советского Союза, и так как за ним никто не ухаживал, он находился в неудовлетворительном состоянии, и грунтовые воды подмыли данный туннель. Своды туннеля не были укреплены должным образом, уступали грунтовые воды. Так как работы в туннеле не было доведены до конца, в середину 2000-х годов начались новые работы при конструкции туннеля. Так как туннель являлся стратегической дорогой, связывала Махачкалу и горные районы, не только Дагестана, но и Чечни и Ингушетии, данный туннель пользовался повышенным вниманием среди террористов. В частности, в 2005 году был предотвращен крупный теракт рядом с туннелем. В декабре 2007 года из-за террористических действий данный туннель был закрыт. Спустя год были восстановлены работы по реконструкции данного туннеля, и с 2008 года туннель начали вновь реконструировать. Окончательная сдача туннеля была запланирована на 2010 год, после перенесли на 2011. Но все же туннель был открыт 2 октября 2012 года. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители президента Капказскому округу вице-президент Александр Хлопкин, президент Дагестана. В связи с окончанием строительства Гемринского отодорожного туннеля, который был введен в 2012 году, на въезде в туннель была поставлена мемориальная табличка, где была указана длина данного туннеля – 4 километра 304 метра. Ну что ж, про туннель еще можно рассказать много различной информации, но проще ее прочитать в интернете. Мы же ехали из Буйнакска в сторону поселка Гемры. Въезд в туннель, в принципе, не представляет собой ничего такого интересного. Вы двигаетесь по холмистой гористой местности и, в принципе, виды и виды. Но вот выезд из туннеля – это просто какая-то сказка. Вы двигаетесь по туннелю, солнечный свет ослепляет вас при выезде из туннеля. И после того, как выезжаете, вы попадаете как будто в какую-то сказку. Это Гемринское плато и дорога, уходящая в ущелье вниз. Красота просто потрясающая. Но самое обидное, что нельзя останавливаться на выезде из туннеля. Поэтому мы продолжили свой путь и наслаждались этими прекрасными видами. Ну а путь мы держали тоже к потрясающему месту. Это Карадахская тиснина. И скоро вы увидите про нее сюжет. Ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока.